Всем привет! Добро пожаловать обратно ко мне во влог! Сегодня мой последний день в Мексике, я завтра улетаю домой, домой в Техас, поэтому сегодня, к сожалению, последний день. Мы не снимали последние два дня семьёй, потому что они переезжали в новую квартиру, я им помогала всё это передвигать, всё это делать, складывать вещи и так далее. Мы, наконец-таки, переехали, поэтому были очень заняты последние два дня. Я сейчас хочу пойти на тренировку, но тут есть крыша, поэтому я хочу сделать... Знаете, вместо такой обычной тренировки в зале, хочу сделать зарядку на крыше. Я не знаю, зачем я накрасилась, надо было вначале идти на зарядку, а потом краситься, но Саша об этом не подумала. Что вам прикольно? Я хочу вам кое-что прикольно показать. У меня тут своя комната, своя ванна. На самом деле, эта комната будет серафименной второй комнатой, где она будет рисовать и так далее. Но пока я здесь, это моя комната и моя ванна. Но моя ванна очень особенная, я вам сейчас покажу. Вот у меня такая крутая ванна с таким замечательным видом, но есть одно но. У этого окна нет занавески никакой, поэтому, когда ты либо в туалете, либо моешься в душе, и кто-то хочет на тебя посмотреть, они вполне легко могут это сделать при помощи, знаете, какого-нибудь бинокля. Но еще что. Сверху здесь на самом деле балкончик, поэтому если кто-то решит прогуляться у нас по балкончику, насладиться видом Мексики, и я тут решу, знаете, заняться своими какими-то делами или принять душ, они при своей утренней походке легко меня увидят. Так что мне пришлось сказать... Мне пришлось сказать своей семье и сказать, пока я у вас в гостях, пожалуйста, не гуляйте по балкону, потому что я иначе... Иначе вы что-то увидите, что никому не нужно видеть. Вот такие вот дела. Так что сейчас мы пойдем с вами на зарядку. Серафима, ты пойдешь со мной делать зарядку на крыше? Нет. Нет? Что это такое? Я не буду. Папа тебе не разрешит сидеть и смотреть твое аниме, он тебя заставит со мной идти. Это же мой последний день. Ты говоришь, что по мне будешь скучать, и ты со мной не хочешь проводить время? Я не хочу зарядку делать. Ленивая тварь! А ты будешь по мне скучать вообще? Буду. Да? Ну ты серьезно или ты так просто говоришь? Нет, я не хочу, чтобы ты уезжала. А почему ты не хочешь, чтобы я уезжала? Я буду скучать. А с мамой и с папой скучно жить, что ли? Да. Со мной веселее? Да. Вот видите, вы все это услышали, что, ты знаешь, люди думают, что мы друг с другом с тобой не дружим, либо мы друг другу завидуем, либо у нас с тобой плохие отношения, и все драмы канала Ютьюба, и все хейтеры хотят, чтобы мы с тобой друг друга не любили. Ну скажи им правду, Серафима. Я была очень не скучать. Она ко мне прибегает, мы раньше спали в одной кровати, но сейчас в этой квартире у нас две разные кровати, она ко мне прибегает каждое утро, и перед тем, как я засну, ложится на меня, и мы с ней обнимашки. Да? Она до сих пор думает, что когда она со мной, она такая маленькая девочка, хотя она меня выше на полбашке. Да. Давай одевайся. Папа даже не сказал, если мне надо с тобой идти. Хорошо, давай я пойду спрошу папу. Папа сказал, что тебе нужно со мной идти. Одевайся только тепло, потому что я знаю, что ты никакие упражнения делать не будешь, а там холодно на крыше. Так что одевайся тепло, чтобы ты не ныла мне, что тебе холодно. Понял, Ребзи? Понял. Казым моя. Понял. Как тебя мама называет? Меня мама всё время называет Казым, и Сима начала ревновать, как та, почему её никто не называет Казым, и я сказала, это моё. Это только моё. Как тебя мама начала называть? Донька. Донька. Это на каком языке? На украшке. На украинском. Да? По-моему. Короче, Сима. Я Казым, а Сима Донька. Да. А по-моему, это было что-то другое, нет? Нет. Давай, всё, вставай, хватит смотреть своих всяких корейских пацанов и пошли тренироваться. Ну иди, давай, одевайся. Ну я иду одеваться, мы ждём, чтобы Голя пришла, и потом мы пойдём. Ну и вот, Коля пойдёт. Ну пойдём. Окей, окей. Подъём на крышу осуществляется, знаете, под таким коридорчиком, как опасным. Сима на меня злится, что ей приходится со мной идти, да, Сима? Угу. Опасные коридоры. Вот такая у нас красивая крыша. Грех тут не тренироваться. Нам надо, правда, всё очистить. Тут ним никто уже давно не пользовался. Всё это почистить. Но пока прохладно, поэтому я тут просто хочу себе сделать зарядочку. Ну и недовольный ребёнок, как всегда, присутствует. Пошар. Да. Чего? А какой был этот пароль? От Wi-Fi? Да. Ну тут этот Wi-Fi не ловят, Сим. Ты будешь без интернета. Дети 21 века. Грусть, печаль, тоска. Сказала, я полноча. Давай, давай. Хотя бы одно упражнение сделай. Жопу вниз. Но не так вниз. Но и не так вверх. Сима! Ленивая женщина. Какая женщина. Какая женщина. Продолжение следует... Ну что, мы потренировались. Ну как сказать, потренировались. Саша потренировалась. Сима... Сима нет. А сейчас мы оставляем её здесь. У мамы съёмкой. А мы с папой едем в больницу, потому что Саша идёт лечить зубы. Опять. Да. Последний день в Мексике. Мы лечим зубы. Какие у нас голливудские улыбки. Но Симе не пришлось брекет наносить. А я три года носила. Это нечестно. Она меня всё время спрашивает. Мам... Ну, маме спрашивают. Мам, почему у меня нету глаз, как у Саши? Я говорю. А почему у меня нету худых ног, талии и прямых зуб, как у Серафимы? нечестно. А Сима говорит, потому что у неё порода. Да? У неё порода. У неё порода. Всё, поехали к зубному. Пап, ты готов везти меня к зубному? Всё, едем? Мама, ты будешь сниматься? Я буду сниматься. Сниматься. Красота. Красота. Кстати, вот есть русские слова, которые настолько уже в жаргоне законсервировались, да? Угу. Поэтому вот уже сниматься воспринимается как-то очень странно. Ты в каком плане ты имеешь в виду? В том и самом. В том и самом? Да. Потому что это не просто, знаешь, поставить камеру. Да. А ну сниматься. Так и есть. Это как будто бы на трассе шлюхи. Понятное дело, понятное дело, что это самое, как вам, элитные проститутки они не будут. Хотя, может, и будут, кстати. Есть же дорогие отели, и там уже они прикормились специально. Они там взяточки дают своим этим. Кому они взяточки дают, проститутки? Дорогих отелей. Начальнику охраны. Начальнику охраны, да. И вот они тоже могут в принципе эту фразу пойду сниматься. У нас, кстати, есть отели в Далласе хорошие, но они их все знают, потому что туда ведут всех их шугар бэбис. Все пердуны ведут туда именно. Если ты туда зайдешь, мы туда на бранч ходили, там одни ходят пердуны с 20-летними девочками. Вот такие вот ситуации. Кстати, вот эта кисточка, я впервые ее пробовала, медвежонок она называет. Не могу сказать, очень часто вижу, что майкаперы пользуются вот этим медвежонком, и я не в восторге. Хотя вроде бы... Мне нравится твоя другая, которую ты на фаундейшн пробуешь. Но я устаю их намывать, их же постоянно надо мыть каждый раз. и мне тут задалбывают. Пап, надо не забыть, мне надо тест на ковид сегодня сделать. В итоге приходится использовать какое-то дикое количество вот этих самых разных кисти. У мамы тут целый... Да, целый этот. Целый арсенарий. Арсенарий. А еще у них душевая кабинка, они друг друга могут видеть все в спальне. Да, это очень эротично. Эротично? Не показывай, что они кровать, мы ее не застегли. Я не буду. Показывай, только самая красивая. Самая красивая. А некрасивая не показывай. Ну ладно, ты по нам сильно... Очень условно, да? Красивая, некрасивая. Может быть, кровать, которую не заправили, а в ней есть что-то. Но сейчас, видишь, модно выставлять грязные тарелки в Инстаграм-сторис. Я уже говорила про эти грязные тарелки, но неприятно. Но на самом деле, но неприятно. То же самое, давайте сфотографируем урну с хабариками, там, огрызками, блевотями, как они... Я, конечно, понимаю, что это часть жизни. Это часть жизни. Но давайте насрём и перед тем, как смыть, сфотографируем, выложим, потому что это тоже часть жизни. Жизнь же очень разная. Есть что-то более, есть что-то менее приятное. И объедки какие-то, ошмётки, это уже та часть жизни, которая не просто так воспринимается с рвотным рефлексом. Потому что в этом есть какая-то, как сказать... Ну, это, кстати, ханжеская... Всё, папа мне говорит время. Папа говорит время и спрятался. Всё, не скучай по нам очень сильно. Хорошей вам съёмки и мы пошли к зубному. Всё, пап, готов? Готов, Ребзи? А мне маска нужна. Всё, поехали. К зубному мы сходили, тесты мы сделали. Я негативный тест, поэтому могу уезжать домой. Ура! 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 Добрая мама, да? Рада! Ура! Прошла тест, наконец-то сваливает. Поэтому мы валим. Гёшку показал? Нет, ещё сейчас покажу. Поэтому мы с мамой ещё сходим. Им есть что докупить домой. Всякие какие-то бёдра, посуды, ещё что-то. Так что мы с мамой сейчас бегаем в магазин. Это всё докупим. И будет у нас финальный вечер. У меня в Мексике и завтра я домой. Ну я на самом деле буду по ним скучать. Но я уже готова уезжать. Вот такая красивая ёлочка. Сейчас я вам покажу. Мама хотела, чтобы я вам показала её. Надо спуститься. Но я вам, знаете, я вам вечером ещё покажу, когда темно. У неё прикольная подсветка. И там вот так вот. Базируй ёлки, ты подходишь по цветовой гамме. Джингл-дэнс, джингл-дэнс, дра-да-да-да-да. Я похожа, наверное, на какого-то психо-сумасшедшего. Вот для того, чтобы вот такую сделать дизайнерскую ёлку, нужно купить крупные-крупные игрушки. Ну и, естественно, сама ёлка должна быть просто огромной, высоченной. Понимаете, да? Ну это она сколько? Метров шесть, наверное? Ну, ну смотри. Метров шесть. Метров пять точно. Метров пять, я не знаю. Да, может быть, метров пять. В общей сложности но согласись, очень выглядит празднично. Надо мне подойти с другой стороны, потому что освещение, мы же все знаем. Какие именно тут игрушки? Я не могу с ней попрощаться, хочу, чтобы у меня до 8 марта висела вот эта вся красота такая. А птички, посмотрите, какие красивые. Да, очень красивые. А вот да, попроси, скажи задание, чтобы видели человека, видят ли они из птицы человека. Ребят, прокомментируйте в комментариях, видите ли вы на этой картине из птиц человека. Кто увидит человека, тому я отправлю в 100 рублей. Шучу. Никому не отправлять ничего не буду, но мне кажется, каждый блогер, знаешь, какую-то такую фигню делает, а в итоге никто никому ничего не отправляет. Все, нас папа отпускает? Да, отпускает. Все, до свидания. Вы остаетесь одна, вам нужно обучаться, а мы с мамой пошли покупать трошкены. Пап, дай мне это у нас. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok